Привет, друзья, я Григорий Герман. Что это было? Вот это вот всё с танками, цирками, горящими самолётами, тлеющими вертолётами и отдельной бульдозерной бригадой территориальных войск Липецкой области. Что это было? Ну, или Тульской, честно говоря, не суть. Прошло достаточно времени, мы смогли наблюдать не только за самим маршем, так сказать, в режиме реального времени, маршем пригоженцев на Москву, но и за тем, каким результатом он привёл. И результаты эти заслуживают вашего и нашего внимания. Ведь на самом деле произошло событие совершенно нетривиальное. Советский Союз за более чем 70 лет своей истории на моей памяти, ну, насколько я помню, не смог дойти до того, чтобы какая-то дивизия, а 25 тысяч бойцов это почти дивизия, поднялась и маршем пошла на Москву с целью поднять на штыки министра обороны и поговорить по душам с генсеком. Попутно захватив областной центр, город-миллионник, штаб округа и 2-3 военных аэродрома. Я уже не говорю о там мелких увлечениях, типа уничтожения боевых вертолётов и целого воздушного защищённого пункта связи. Ну, или, короче говоря, Ил-22М, а в нём ещё и 10 офицеров ВВС. Путинская Россия смогла. Более того, Путинская Россия ещё и показала пример того, по каким законам она живёт. И неожиданно выяснилось, что это, конечно же, не законы прописанные, не свод законов, уголовный кодекс, гражданский кодекс, но это и не законы понятийные. И по первым, и по вторым, преступник и предатель должен был быть показательно наказан. Это какой-то свод законов, постоянно меняющийся свод законов в голове у одного плотно засевшего в Кремле человека. Это не Конституция, это не Омерта, это реально какая-то извращённая русская правда. Нет, это не русская, это именно чётко путинская правда, где ты можешь посягнуть даже на монополию силы диктатора. Но если ты сделаешь это достаточно уверенно, испугаешь, достаточно самодержится, то отпетляешь от виселицы. Ведь Пригожин, отправивший своих бойцов маршем справедливости по трассе Дон в сторону кремлёвских шпилей, во всех смыслах слова шпиль, Пригожин, который совершил самое тяжкое преступление, и с юридической, и с понятийной точки зрения, нынче жив, здоров и вполне себе активен. И обустраивается на новом месте, от которого до тех же самых шпилей намного ближе, чем раньше. Так-то оно так, но сотни тысяч клоунских реакций под его сообщениями о том, что марш окончен, все по домам говорят, что теперь его сторонники никогда не смогут воспринимать его серьёзно. Не вагнеровцы, а именно сторонники, и Вагнера и Пригожина. И второй раз по его призыву они не поднимутся. Так что это всё-таки было? Версий множество. Бизнес-разборки, пробник социальной революции, попытка военного переворота, кто стоял за бунтом и кто принимал участие в переговорах о его остановке. И что дальше? С Пригожиным, с властью в России. Ведь последний раз победный перформанс привёл большевиков к власти. Ну вот такой победный перформанс а-ля генерал Корнилов. Давайте попробуем найти ответы в разговоре с политологами Аббасом Галямовым и Николаем Девадюком. Оставайтесь, будет интересно. Время прошло, прошло уже больше двух недель. С момента, как произошёл этот прерванный бунт, да, как прерванный акт, прерванный бунт. Сейчас уже, наверное, можем более адекватно сказать, что это было. Я думаю, что это много, на самом деле, многозначительная операция, которая и с одной стороны это некий порыв патриотизма и несправедливости русских солдат, наёмников. На то они и наёмники, да, чтобы периодически бунтовать. Второе, это явно не без украинского влияния эти истории произошли. То есть и то, что Куданов говорит в своём интервью, что вот, да, есть такая ситуация, но мы считаем их патриотами, молодцы, давайте ещё мы вам скажем когда. Ну вот, тем более, что наши даже там местами их направляли куда лучше идти, и что потом с этим лучше делать. Третья история, конечно же, противостояние внутри самих кремлёвских элит, типа там Патрушева против, там, например, Шойгу и остальных. Конечно же, это борьба в том числе за будущее наследие после Путина. Ну вот, четвёртое, это 100% не без влияния западных разведок. То есть это тоже такая история, когда давно завербованные агенты работают якобы в структурах Запада, но периодически то информацию сливают, то что-то не так делают, то заходят не туда, то делают не то. Но в целом оно ставляется в одну большую понятную картинку. Я думаю, что в целом это среднеарифметические вот этих четырёх сценариев, этих четырёх влияний, этих четырёх обстоятельств, которые, в принципе, сложились в один большой поход. Но, конечно же, поскольку все они имели место быть, это не давало единого плана. Ну вот, и, соответственно, мы потом и получили недоделанный, да, такой госпереворотик, гражданскую революцию, которая, ну вот, такой аборт получился, ну, часто такое в России бывает, то государство не получится, то переворот не выйдет. Ну вот, но в целом, в целом они показали самое главное – слабость Путина. То есть, и вот отвечая прямо на этот вопрос, что это было, это была демонстрация слабости, неуклюжести, атрофирование всех государственных мышц старого диктатора, который засиделся на должности, и который как раз-таки стал, ну, скажем так, сегодня символом недееспособности. Потому что Путин убежал из Москвы, когда Вагнер и Пригорден были за 300 километров до Москвы, причем бежал так быстро, что исчез с радаров. Вот это как раз-таки главная история. Что же случилось? Мы увидели труса Путина, который убежал без Кабаевой, без Медведева, без своего СНБО. Ну, а где же это правительство в экзиле? Ну, например, захватили они это. Мы видим, что повторяется то, что 1812 год, когда русские элиты готовы сжечь свою столицу, понимая, что защитить они ее не могут. Ну, лучше пусть горит, а там будем разбираться. Пойдут они, не пойдут дальше. Вот это как раз-таки главная история, что они не умеют противостоять и защищать свою территорию, свой город, свою столицу. Вот, и это как раз-таки все сложилось в единый пазл. Это был политический кризис системы. Это кризис системы. То есть она оказалась просто нефункциональной. Это не было такого, что... Вот надо понимать, что это же не внешний враг какой-то напал. Это не Ходорковский организовал, не какой-нибудь там Госдеп, да, или не украинские спецслужбы. Это не Навальный, в конце концов, там восстание какое-то поднял. Любая система, в принципе, может столкнуться с внешним врагом, который будет очень силен, и система, так сказать, затрещит от удара. Такое бывает. Да. Но в данном случае Пригожин же не был внешним врагом. Это была плотя-плотя система, это часть системы. И если он вдруг вбунтовался и пошел на то, на что он пошел, это значит, что система, ну, что-то у него сбоит, что-то там очень сильно, очень криво. Я абсолютно убежден, что не было бы этого кризиса, если бы Путин не выставил сверхцентрализованную систему, при этом отказываясь работать. Вот если бы он, раз уж создал сверхцентрализованную систему, где решения принимает только он сам, а все остальные их обслуживают, ну, так тогда работать надо, а не по загородным резиденциям разъезжать, да, из Валдая в Сочи, и не в бассейне плавать. Вот. Если бы он каждый день встречался с Пригожиным, Пригожин же просто не мог до него достучаться. Если бы каждый день они встречались на протяжении всего этого времени, не было бы вообще никакой проблемы. То есть вот если бы они все проблемы, которые накопились и потом прорвались, если бы они их в каждодневном порядке решали, ничего бы такого Пригожин бы не выкидывал. Ведь Пригожин не пытался сверхнуть систему. Он просто, его принципиально не устраивало направление движения. Он понимал, в отличие от этой вот публики, которая вокруг Путина там, значит, ну, реально впавшая в безумие какое-то, да, вот, в отличие от этих людей, он понимал, что война проигрывается. Он очень хорошо чувствовал ситуацию на фронте. И он пытался достучаться до системы, что, ребят, ну, если мы дальше будем продолжать этот путь по течению, как мы плывем, но закончится тем, что мы проиграем войну, система рухнет, и мы все в тюрьме окажемся. Может быть, вас это устраивает, меня это не устраивает, я там был, мне там не нравится. Вот. И если бы вот Путин его каждый день принимал, слушал бы его, что его тревожит, соглашался бы, либо не соглашался бы, переубеждал, ну, то есть они находили бы вообще-то, вызывали бы Шойгу, когда надо, давали бы ему поручения, спрашивали бы его мнение, спорили там, да, на следующий день снова собирались, там, когда надо, вызывали экспертов, чтобы они там свое мнение дали в заключение, там, понимаете, ну, вот если бы эта повседневная работа делалась бы, то вот все проблемы они бы урегулировали. По бахмоту, по снарядам, там, по контракту, да, вот все то, что отправлял жизнь. А эти проблемы не решались. Путин стянул все рычаги управления страной в свой кабинет, и Доброк сидел там, управлял с утра до вечера, так нет. Ключ от кабинета, значит, повернул, кабинет закрыл, ключ в кармашек и пошел в сауну, в бассейн плавает. Он работает один час в день, там, два часа в день, дай бог. И все, и рычаги ржавеют, и никто ничем не управляет, и проблемы копятся. Раньше худо-бедно система справлялась, потому что не было сильных вызовов. А теперь Путин сам создал ситуацию, когда появились сильные вызовы. В лице, а, ВСУ, которые отказываются играть в поддавки, б, Запада, который неожиданно оказался консолидированным, поддержал Украину и плюс вел мощные санкции, которые убивают экономику. Понимаете? И вот в этой ситуации Пригожин, поскольку Путин его не принимает, он не может до системы достучаться, но он вынужден пойти в публичность, его не устраивает направление движения, и он начинает кричать криком, окей, ребята, то есть он, по сути, говорит, ребята, раз вы отказываетесь со мной разговаривать, и отказываетесь принимать те решения, которые я считаю необходимыми, я буду тогда до вас пытаться достучаться через публичность, у меня других вариантов нет. Две версии. Первая версия субъектно-пригожинская, или пригожинско-субъектная. А версия о том, что на самом деле то, что произошло, это конфликт между двумя, между, не так, не между двумя, а между кошельком Путина и, собственно говоря, стейкхолдерами. Кошелек Путина получил информацию, что его собираются обнулить, что его собираются оттолкнуть от кошелька Путина, и он, таким образом, с помощью собственных ландскнехтов, защитил свое право на какую-то часть этого кошелька. В результате чего ему оставили жизнь, ему оставили там долю малую для того, чтобы хватало на хлебушек с маслом, но полностью лишили его его ландскнехтов. Вот это первый вариант. Как он тебе на вкус? Я думаю, что больше всего все-таки идет борьба глубже о будущем. Вот, к примеру, если рассмотреть кейс Патрушева, то для Патрушева это интересно, чтобы своего сына поставить президентом. Для боевиков интереснее захватить всю власть. Вот все деньги, все, вот, с Новогоогорёва, всю эту рублевку с золотыми унитазами, с молодыми шлюхами, которые обслуживают министров, с этими министрами-мальчиками. То есть, это им интересно. Вот если говорить о Западе, чисто геополитика. Вот, ну и снова же, набрав оборот смены полностью режима, уже, в принципе, говорить исключительно о кошельках мало. То есть, там уже все, не просто кошелек, вся казна, вот все прям. Вот поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, разные мнения могут быть. Есть версия объектного Пригожина, о том, что все это игра, в которую играл Патрушев. И Патрушев, по большому счету, единственный, кто по большому счету после успешного вот этого переворота, согласно этой версии, оказался в плюсах. Потому что в результате всего этого дела, да, там перепуганный Путин потерял скорее власть, чем приобрел ее сейчас. И вот эти... Путин потерял, конечно, но ее точно не Патрушев приобрел. Понимаете, Патрушев просто опозорился даже сильнее, чем Путин. Это же его зона ответственности. Он отвечал за то, чтобы этого конфликта не случилось. Он Путина конкретно подставил. Я думаю, его котировки просто рухнули вниз. Ну, значит, шансов у его сына стать преемником, я думаю, они сейчас стремятся к нулю. Выиграл Ковальчук. Как раз, который... Ну, Ковальчук, Гранденберг, я думаю. Ну, то есть те, кто боялись, что Патрушев подержит вверх, то что Патрушев протащит в какой-то момент своего сына в преемнике. Вот. Вот они выиграли. Патрушев просто там рухнул вниз. Это чисто как вкусном отце. Предатель тот, кто будет вести тебя на переговоры с врагом. Вот он вел переговоры с врагом. Вот он передал все Лукашенко. Лукашенко усилили. Путина ослабили. С Вагнером все хорошо. Тут же тоже очень важно, что они разрешили его частный самолет, что прилетел в Питер, собрал манатки, забрал паспорта, счета, офшоров. Ну, то есть он все поехал, почистил. Ну, и погнал себе дальше в Беларусь. Потом самолет еще возвращался, что-то там забыли. И через денек-два там поехали, дозабрали, что довезли. Выписки из реестра. Вот. То есть, соответственно, и Патрушев, который над схваткой приходит к Путину на следующий день, говорит, смотри, Симонян в Сочи, половина министров за границу, вторая половина поехала в Петербург, ну и третья часть просто забухали. Вокруг тебя непредатели. Давай чистить ряды, кто сидит возле тебя. Но министр аграрной политики, золотейший человек, даже несмотря на то, что он мысль, но он остался. Видишь, как он тебя бережет. Даже ты улетела, а он остался. А не думаешь ли ты назначить его премьер-министром? То есть, или так вот что-то в таком стиле. То есть, он себя усилил с точки зрения вот этих всех историй аппаратного противостояния. Конечно же, старый ФСБшник залез в мозги другому старому ФСБшнику. И вот крутит, мутит, то есть, все, что надо. Пригожин Москву не взял, столпы Кремля не разрушил, да и не собирался. Но, в принципе, у него что, жизнь он себе сохранил? Ну, пока да. У него, ну, он же сам гарант своей безопасности. То есть, очевидно, что внешних врагов у него очень много, в том числе, среди них теперь и Путин. Но не факт, что Путин сможет сейчас убить Пригожина. Конечно, есть императив, который требует это сделать. Все потенциальные новые Пригожины должны знать, что безнаказанных такие вещи не проходят. Ведь сейчас в армии, на фронте, где дела идут совсем кислые, ну, все более кислые, да, и перспектива совсем уже такая неприятная. Ну, то есть, перспектива погибнуть. Там реально, возможно, бунты. И теперь люди туда смотрят в сторону Москвы и говорят, слушай, это что оказывается... Ну, то есть, раньше он казался немыслимым. Это, оказывается, легко. Да. Ну, то есть, это точно намного легче, чем бахмут взять. И что мы тут гибнуть должны? Да, надо пойти и скинуть этих придурков. Нам терять-то нечего, кроме своих цепей. Вот. То есть, очевидно, что большое число недовольных ситуаций на фронте, а их число там увеличивается, сейчас смотрят в этом направлении. И вот это им надо просто перекрыть, даже возможность смотреть в этом направлении. И в этом смысле Пригожин, конечно, должен быть наказан. А вот с точки зрения работы с общественностью, этого ни в коем случае делать нельзя. Пригожин все-таки патриот. У него есть собственная база сторонников. И вот сейчас вдруг у них на глазах русского патриота убивают. За то, что он там, да, царя обидел. То есть, царь-то не за отечество, получается, а за самого себя. Так точно Навальный правильно говорил? Узурпатор, тиран. Вот, понимаете? Он свою собственную социальную базу, да, извините, сейчас уничтожен. Понимаете? Вот до сих пор все репрессии обрушивались исключительно на сторонников, на, значит, представителей антивоенного лагеря. Да. Несистемной либеральной оппозиции. Ну, то есть, те самые американские шпионы. Вот. А русских патриотов-то не трогали. Вот, стрелков уже сколько гадостей написал. Не трогают. Почему-то, потому что, если начнешь их трогать, так они, эти самые уклонные стрелковцы, пригожинцы, но все эти патриоты скажут, о, царь-то не настоящий, сами себе забыть о тирану и узурпаторе. По-хорошему, по-хорошему, эта передача должна уйти в монтаж и до ее завершения пригожины должны были бы найти мертвым где-то возле дворца Лукашенко или, возможно, даже в спальне. Вот. Мафия не прощает предательство. И если мафия слабая, предатель живет прекрасной, роскошной жизнью. И вот это тест для Путина на сохранение своей вертикали. Сохранят, не сохранят. Ну, снова же, если Путин не убивает пригожина, оставляет, потом начинает чистки кадров, менять, кого-то поставил, кого-то забрал, кого-то куда-то. Вот. И Шойгу может снять, а может кого-то под Шойгу снять. А как себя будет чувствовать вот такой типичный убийца времен молодого Путина, который убивал Немцова, или который летал убивать в Солсбуре Скрипалей, или который отравливал Квального, или который там, ну, миллион же там Политковского убивал, я не знаю. Там же таких там сотни, сотни тысяч людей, убийц, просто, которые они сказали, слушай. То есть, вертикаль зашаталась, Путин сливает всех своих, предателей не наказывает, отпускает. И он такой смотрит, какие у меня шансы и выборы есть. Он думает, о, пойду придам Путина где-то в Лондон, или в Варшаву, или в Вильню, солью все, стукачушь, там все прощают, и сдам жирного кота Путина или жирную крысу большую, сдам крысу, мне дадут свободный срок, американский паспорт, миллион долларов, ей где-то дом на Гавайях, ну, и все хорошо. Если, плохой план, шел-шел-шел в это польское посольство, словили, так, Пригожий наш, простили. Ну, в лучшем случае, буду жить в Беларуси, скажу, друзья, простите, с патриотических мотивов шел, хотел им рассказать сплетни, не дошел, вы взяли, отпустите в Беларуси. И отпускают. По большому счету, предательство Путина в худшем случае, это поехать в Беларусь. В лучшем случае, жить где-то в Германии, Штатах, Британии, Италии, любом классном цивилизованном государстве за их деньги под чужим именем в шикарном доме с бассейном. Ну, чего нет? И они все прикинут, что раз он их сдает, а если Путин кого-то сдал, то там уже все пошло под откос. Либо ты сдаешь Путина, и у тебя худший сценарий это Беларусь. По вашей информации, реально Лукашенко вел переговоры? Ну, потому что и была версия, что Лукашенко это всего лишь ширма, которая озвучивает результаты, принятые на переговорах других. Знаете, ну, у меня нет альтернативной информации, а я придерживаюсь того принципа, что вот если то, что говорится публично, и у тебя нет альтернативной информации, и то, что говорится публично, ну, не выглядит как откровенный ересь. Ну, надо этой точки зрения придерживаться, ну, держать в голове, конечно, что может и врут, и следить, может где-то появится что-то. Но пока... Ну, то есть это не выглядит как откровенный ересь. То есть вполне могло быть. В конце концов, мы видим, что Пригожин материализовался в Беларуси. То есть на каком-то этапе Лукашенко действительно присутствовал там. Вот. Значит, и кризис разошелся в значительной степени благодаря решению, что Пригожина нашли место за пределами России. Значит, да, была информация о том, что Тюмин еще там участвовал в этом. Значит, вполне возможно, что это правда. Возможно, он участвовал. Значит, говорят, что он знаком с Уткиным вот по старым делам, когда Дюмин же возглавлял одно время этот центр сил специальных операций, по-моему, там не бывает. Ну, все спецнады. Да, и он там вот тогда с Уткиным какие-то у них там общие дела были, и они как-то общий язык нашли. Что я знаю по дипломатической линии, что я слышал, что Лукашенко этим неплохо воспользовался. Когда ему Путин на следующий день начал звонить, алло, упал, отжался, нападаем на Украину. Он говорит, стоп, стоп, стоп. Помнишь ты мне спас в 21-м году жизни, когда революция? Конечно, помните спас, я тебя создал. А вот я тебе создал один-один и больше ничего я тебе делать не буду. И Лукашенко сейчас пытается отстроиться, показать, что он уже Путину ничего не должен, намекая на то, что он не хочет быть вот этим, ну, даже не младшим партнером, а ковриком при входе в Кремль, где вытирали ноги. Когда мы будем отравливали его и давили, и исчемили, ядерное оружие отправляли, то вот здесь якобы появилась некая субъектность благодаря этому как раз таки нереализовавшемуся путью госперевороте по маленькому. Ну вот, и он сказал мне, нет, друзья. И вот на следующее когда он вышел, а кто такой Вагнер? Я сразу сказал, что его можно убить, сказал Лукашенко. Серьезный парень. Ну вот тут с Коленькой бегали, с автоматом без рожка защищались, а тут уже защищают. Но он этим неплохо политически воспользовался. То есть он показал, что он такой маленький генерал Франко при Гитлере, он еще пропетляет. И мы, кстати, с тобой в твоих передачах говорили, что он пропетляет. Он постарает Путин завести в Гаагу, а сам остаться вот как Франко при Гитлере. Еще вопросов никого никаких нет. А в конце, в конце он сделает эту конституционную монархию и уйдет тихонько из власти умирать у себя в дроздах. Почему Путин не разговаривал с Пригожиным? Почему вот необходимо было проводить какие-то странные третьи лица через кого-то? Почему не было прямого контакта? Чертовно. Пригожин сказал, что... Значит... Смотрите, Лукашенко сказал, что Путин пытался поговорить с Пригожиным, но тот не снимал трубку. А потом в другом, в другой момент, по-моему, он же сказал, что... Я так понимаю, когда речь шла уже о вечере, то есть утром Путин пытался с ним поговорить и Пригожиным снимал трубку. А ближе к вечеру там прозвучало, что Лукашенко говорит, позвони этому Бортникову. этот Пригожин говорит, ну, он не хочет со мной разговаривать, я не смогу с ним поговорить. И Лукашенко говорит, я позвонил Бортникову и говорю, поговори с Пригожиным. Тот говорит, да, там не хочу, как-то Лукашенко сказал, типа, тот прям был очень недоволен, очень не хотел, но потом как-то Лукаева доставил, и тот после этого переговорил, и они там на чем-то остановились. Вот, по-моему, такая там картина была. Поэтому, слушайте, не знаю, не буду угадать. Те сам-то, он психанул, обиделся, испугался Путин, почему? Он же Мерила, он же разруливатель всего, он же третейский судья. Да должен, но я же говорю, он с первого дня должен будет этим заниматься, тогда вообще ничего не случилось. Он же великий, понимаете, он не царский это делал, он искренне считает, что он великий стратег, и пусть все идут к черту. Для него его хотелки важнее его викинной реальности. Общаться с Пригожиным он не хочет, потому что тот бунтарь, тот создает проблемы. То есть надо что-то как-то с ним разговаривать, из позиции силы не получится разговаривать, то он же на Москву идет. Путин уже улетел куда-то, где-то скрывается. с позиции силы с ним разговаривать не получится, а разговаривать с позицией снизу не хочется. Он же великий, как же так, что он сейчас начнет ноги вытирать. То есть он будет требовать уволить Тайгу, а я буду отказываться, я же не могу уволить Тайгу по требованию Пригожина, тогда все увидят, что президент в стране кадрового решения не президент принимает, Пригожин. А возразить я не могу, то есть аргументов нет, он там меня на раз-два докажет, что Шойгу плохой, его надо уволить, что он войну проигрывает. Вот, а значит наехать нельзя, переспорить нельзя, согласиться нельзя, да, ну и что тогда разговаривать? Я думаю, что Путину советники не дали, что как будешь, а советники сами играли Путина, они что понимали, что тут как раз стоимость товара это как раз стоимость услуг посредника, вот здесь надо было его разводить, вот, они это прекрасно, удачно очень делали, вот, они его не допускали, вот, чтобы не нарушить, потому что два глупых человека с обеих сторон, да, телефона, то есть это явно провальная история, вот тогда бы точно был ядерный удар, вот, причем себя по России сразу по Ростову бы загнали, точно надо было стрелять по Ростову, думал Путин, то есть вот где еще применю ядерное оружие, кто осудит, никто же, они в Воронеже были еще, Воронеж первый на очередь, надо стрелять в Ростову, но все равно потом заражает, все, вот, я думаю, что, а Путин и переговорщик плохой, на самом-то деле, мы не знаем ни одних переговоров, где Путин участвовал, Путин занимает тупую завышенную позицию и не двигается в сторону соглашения, все, то здесь же видно, что обе стороны пошли на уступки, это, кстати, очень классная история для Украины, когда нам говорят, что Путин не идет на уступки, надо Путину сохранить лицо, надо Путину там сохранить его присутствие на вашей территории, приезжали африканцы, китайцы, какие-то бешеные азиаты, непонятно с какой стороны, какое вообще отношение не имеет в Украине, оставьте ему территорию, он не уступает. Подождите, а что случилось? Все вагнеровцы живы, бабки забрали, уехали в Беларусь, Путина просто вышли на него, помочились, просто как он там любил говорить, мочить в сортирах, вот мочились на него в сортире, просто мочились и смеялись из-за этого. Поехали в Питер, забрали все деньги и документы с золотом, и что? И что, Путину лицо сохранили? Вы же издеваетесь? Ну так, и он все простил, съел, забыл, и что он ядерное оружие применял, бегал, кричал, резал, ничего из этого не случилось. Вот это как раз очень хороший стадикейс, вот такой пример, как его надо, его просто нужно вот просто за шкуру и додавливать. Российские пропагандисты говорят, что это было преддверие гражданской войны. Это было действительно преддверие гражданской войны или преддверие... Это могло скандиться. Это, это было... А это, это вещи не исключают друг друга. Гражданская война очень часто вытекает из переворотов. Полноценной, масштабной гражданской войны в таком, вот в духе, как в 17-м году, в 1917-м году, ну, вернее, в 18-й даже, после революции, не было бы, конечно. Но элементы гражданской войны, особенно где-то на периферии, на Кавказе, там, в национальных республиках, либо вот в регионах новая зона нестабильности, Белгород, Воронеж, Брянск, ну, приграничные регионы, там, где, конечно, сейчас очень сильное антисистемное настроение, антимосковские настроения, потому что, ну, власть, по сути, их втравила в авантюру и кинула, и люди очень слыдят. Вот, то есть, есть зоны, где что там, элементы этой войны могли вспыхнуть, там, РДК, особенно, если бы вмешался в эту историю, да, но, в целом, ну, не так, как когда вот вся страна воюет, вся страна покрыта фронтами, вот, миллионы людей во всем этом участвуют, элементы гражданской войны, да. Это было начало гражданской войны, которая началась вот таким военным переделом, переворотом его тоже нельзя назвать, они же не дошли до кабинета власти, и двигались себе по территории страны, ну, и двигались, да, ну, вот, это не, это не был еще переворот, но, обычно, гражданские революции так и начинаются, они представляли часть национального интереса граждан Российской Федерации, к примеру, 300 тысяч, которые бессмысленно умирают на территории Украины, вот, они их представляли, так 17-й год, кстати, начинался, да, кому-то фронт не нравился, кому-то не нравилось, это социально несправедливо, что кто-то живет икру в Петербурге, вот, и лосось ему везут с Норвегии в Петербург, да, и дом его обкладываю, чтобы он свеженький был, а кто-то умирает без куска хлеба за неделю, вот, это как раз и была их главная мотивация пойти на Петербург или там найти эту царскую семью и просто ее расстрелять физически, потому что всех достало, но то же самое, здесь такой же мотив был, их тоже достало, вот, но просто не довели, ну, яйца поменьше, чем у тех, кто были там сто лет назад, вот, русские изнашиваются, греки и линзы, да, были такие, другие, чем их внуки, и так много наций, на самом-то деле, то есть, ну, не все воины, да, кто-то, кто-то не воин, вот, ну, вот, это демографическая сила, она пошла вниз, то есть, явно, явно не уступают многим другим предыдущим поколениям, ну, поэтому, да, ты имеешь в виду? 100%, вот, поэтому начиналось это просто как военный передел, но это с большими элементами гражданской войны, то, что люди присоединялись, то, что люди подходили, помогали, то, что они не протестовали, ну, вот, это было похоже, очень похоже. Ну, и напоследок, вот, я упомянул в начале мятеж генерала Корнилова, да, или Корниловский поход. Часто и пропагандисты сравнивают то, что произошло с Пригожиным именно с Корниловским мятежом 1917 года, когда генерал Корнилов, спасая разваливающуюся империю, попробовал взять власть в свои руки с самыми, как он тогда писал, благородными намерениями. Его поддержала армия. Как мне кажется, это сравнение не совсем совершенно. Главное отличие в том, что Корнилов пытался отобрать власть у безалаберного, но тем не менее демократического кабинета. Кабинета, составленного из многих политических сил, тогдашних российских политических сил. Плюс отягощенного взаимодействием с большевистскими, как они там называются, большевистскими советами. Он не отбирал власть у самодержца с ореолом непобедимости. Да, по факту оказалось, что власть вот этого пляшивого самодержца такая же слабая импотентная, как тогда у кабинета Керенского, но тем не менее. И самое главное, фоном для Корниловского выступления стали разброд и шатание в российской армии, императорской армии, усугубленные поражениями на фронте, серьезными поражениями. Что ж, голодные и раздетые солдаты, отказывающиеся возвращаться на утраченные позиции, усыпанные телами их сдохших товарищей, уже есть. Ставьте галку. И наступление украинской армии тоже продолжается. Поэтому до встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.